Новосибирск Орган в консерватории отремонтируют впервые за полвека. Самый большой музыкальный инструмент Новосибирска разберут летом. Точку в разбирательстве по уголовному делу о школьном хакере сегодня поставили в советском районном суде. Накануне прокурор отказался от обвинения с формулировкой отсутствия состава преступления. Сегодня суд вынес окончательное решение. Владимир Жоглик, исправивший оценки в электронном дневнике, получит право на реабилитацию. С подробностями Владимир Киселев. Аплодисменты и смех, а следом слезы радости. С Владимира Жоглика, которому еще вчера грозило до двух лет реального лишения свободы за исправление школьных оценок, в онлайн-дневнике сняли обвинение. Легче стало гораздо на душе, потому что вот это вот все давление, которое было на протяжении всего этого, в том числе то, что приходилось постоянно, мотаться в полицию, в суд и так далее. Осознавать то, что это уже наконец-то закончилось, вот просто вот прям, не знаю, гора с плеч. Накануне гособвинитель Николай Земеров отказался от продолжения разбирательств. Формулировка «Признаки преступления в уголовном деле отсутствуют». Родители одноклассников Владимира Жоглика уверены, что решить вопрос можно было еще в школе и не доводить до суда. Вхожу сама в попечительский совет гимназии, то есть вынесено ничего не было на обсуждение, ну и как бывший начальник следствия именно советского рода, я понимаю в уголовном праве и могла бы подсказать еще на стадии вот всех разборок в школе. На защиту Владимира встали тысячи новосибирцев. Заступился и Анатолий Локоть, попросив директора прекратить преследование ученика. По мнению защиты, именно общественная поддержка повлияла на положительный исход дела. Большая волна общественности поддержала вот эту тему, потому что вот насколько я понимаю, исход мог быть другим вот у вот этой ситуации. И то, что больше двух с половиной тысяч подписей было от людей и СМИ подключилось, да. Мне кажется, это очень важно. И подключились значимые люди, такие как, например, Вера Ганзя, это депутат Госдумы. Анатолий Локоть тоже высказал свое мнение. Расследование уголовного дела началось осенью 2017 года. Несмотря на то, что до его передачи в суд прошло немало времени, по мнению мамы Владимира Жоглика, следствие допустило много ошибок. Обидно, конечно. Есть масса вопросов, которые как они были, так и остались как следствию, так и прокуратуре. Но они есть, потому что я считаю, что есть масса нарушений, которые были сделаны, почему их никто не видел. Это очень страшно. За все время разбирательств Владимир Жоглик закончил школу и поступил в новосибирский вуз. Из-за подписки о невыезде от обучения в Санкт-Петербурге пришлось отказаться. Однако сейчас он может рассчитывать на полную реабилитацию и мечту получить инженерную специальность, которой есть все склонности. Ничто не мешает. Владимир Киселев, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Собеседование по русскому языку теперь станет обязательным для девятиклассников. Завтра его впервые пройдут 29 тысяч учеников Новосибирской области. Только тех, кто получит зачет, допустят к основному государственному экзамену. Проходить испытания ученики будут в своих школах. За каждый критерий выставляется либо ноль, либо один балл. Максимальное количество баллов это 19 баллов. Для того, чтобы получить зачет, нужно набрать 10 баллов. В случае неудачи девятиклассники смогут вновь пройти собеседование 13 марта или 8 мая. Что касается одиннадцатиклассников, то для допуска к ЕГЭ им необходимо написать итоговое сочинение. В этом году с ним не справились 2% новосибирских выпускников. У них будет еще один шанс 8 мая. Ужесточили требования к тем, кто претендует на золотую медаль. По русскому и математике профильному уровню набрали 70 баллов, а если речь идет о математике база уровня, пятерку получили. Только в этом случае и то, если этот экзамен был сдан в основной день, то есть не пересдача, только в этом случае будет выдаваться аттестат с отличием. Педагогам помогут купить жилье в ипотеку без первоначального взноса. Анатолий Локоть уже провел переговоры с губернатором Новосибирской области по этому поводу. Подобные решения помогают привлечь в школы еще больше молодых учителей. Об итогах и планах в системе образования Новосибирска расскажет Александра Медведенко. В самой большой школе Новосибирска, 214-й, говорят о больших достижениях системы образования. За последние пять лет открыли 29 детских садов и 9 школ. Новые не только здания, но и знания. Упор на инженерное образование. За пять лет мы сделали огромный скачок в развитии инженерного образования. Сегодня учащиеся наших школ занимают призовые места даже на мировых соревнованиях. Не забывают и про обучение самих педагогов. Все они постоянно проходят курсы повышения квалификации за счет бюджета. Педагоги должны иметь профильное образование, то есть не только педагогическое, но именно дошкольное. Соответственно, они у нас прошли профессиональную переподготовку курса повышения квалификации. Новосибирские педагоги постоянно становятся победителями конкурса «Учитель года». Признание коллег – важнейшая часть работы. Любая заработная плата – это все равно материальный стимул. И сколько бы денег ни получал человек, это все равно всегда не хватает. Для меня важны, в первую очередь, условия моральные. За счет чего? Школа молодого учителя, школа опытного учителя, наставника, курсовая подготовка. Значит, я могу чувствовать себя успешным. В планах муниципалитета – дополнительная финансовая поддержка учителей. Последний разговор с губернатором шел о том, чтобы возобновить программу строительства жилья, с погашением первоначального взноса при ипотеке для бюджетников. Эту программу будем прорабатывать. Мы заинтересованы в том, чтобы поддержка педагогов была не только в сельском месте, но и здесь у нас. 87 тысяч дошколят, еще 176 тысяч школьников. Количество детей постоянно растет, как и потребность в новых садах и школах. Мы сегодня говорим о семи дошкольных учреждениях, которые строятся на территории города. Мы сегодня говорим о трех школах проектной мощностью 1100, которые строятся на территории города. Мы их ждем в 2019 году. А также строительство двух пристроек и капитальный ремонт старого здания на микрорайоне Стрижи. В этом же году новоселье отпразднует школа для детей с ограниченными возможностями «Перспектива». Для нее нашли здание на улице Тополевой. Александра Медведенко, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Смог и черный снег. Новосибирцы почувствовали ухудшение экологической обстановки. Специалисты объявили режим черного неба и призвали предприятия снизить вредные выбросы. Откуда на обочинах грязь и сажа, выяснял Александр Сульдин. Черный снег, дымка, постоянный запах горелой солярки. Так, по всему мегаполису в соцсетях бурное обсуждение. Многие винят бурый уголь и выбросы городских ТЭЦ. До этой зимой происходит что-то невообразимое. Да, вчера трэш просто в воздухе был. Пик смога. И аромат свежего пожарища. Такого еще не было, восклицают некоторые комментаторы. Многие горожане не согласны. Он всегда грязный. Каждый год такая история. Мы живем на Лоскниле, то есть там намного чище все. А здесь что было? Ну, а здесь дышать неприятно. Еще вчера эти сугробы были почти черными. Сегодня утром их присыпало свежим снежком. Но все равно мы можем оценить, чем мы дышим. Буквально через четверть часа наш снег растаял и в бутылке образовалась серо-коричневая жижа. В этой лаборатории анализируют пробы воздуха со всего города. Всю прошлую неделю в Новосибирске был режим черного неба. Экологи призывали по возможности снизить вредные выбросы предприятий. Тем не менее, загрязнение превысило предельно допустимые концентрации в полтора раза. Аномальные низкие температуры. У нас температура достигала до 40 градусов без ветра, штилей. Конечно, это повлияло на качество загрязнения атмосферного воздуха. Естественно, складывались неблагоприятные условия. Естественно, шло накопление загрязняющих веществ. Порошок на столе – это как раз то, что покрасило снег в черный цвет. Пробы с Ипподромской взяли вчера. На ощупь напоминает мелкий песок, пахнет железом и машинным маслом. Научные сотрудники раскрывают природу черного снега. Уменьшение влияния песко-соляной смеси и увеличение такого источника, как износ дорожных покрытий. Что мы еще здесь видим, так это продукты выхлопа автомобильных двигателей. Вердикт ученых – снег вдоль дорог почернел в основном из-за выхлопных газов, которые накопились из-за морозов и штиля. Сейчас погода изменилась и дышать стало легче. Сегодня предельно допустимые концентрации пыли, сажи, вредных газов не превышены. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. 72 лесных пожара произошло в Новосибирской области в прошлом году. Это почти в два раза меньше, чем в 2017-м. Все возгорания потушили оперативно в тот же день, когда обнаружили. Ущерб от лесных пожаров состоял в 790 тысяч рублей, в том числе затраты на тушение в 732 тысячи рублей. Материалы по всем пожарам направлены в правоохранительные органы, возбуждено в одно уголовное дело на территории Сузунского района. В настоящее время еще ущерб не взыскан. Установлены и привлечены к административной ответственности 15 виновников лесных пожаров. Новосибирская область пострадала от огня меньше других регионов Сибири. В прошлом году им проложили 35 километров лесных дорог и почти 6,5 тысяч просек и противопожарных разрывов. Пик возгораний традиционно приходится на весну и осень. Лесники ежегодно высаживают молодые деревья взамен сгоревших и пострадавших от вредителей. В прошлом году восстановили почти 1300 гектаров леса. На тренажере, как в реальной кабине электровоза, будущие машинисты следуют по виртуальному маршруту из Новосибирска в Черепаново. В эти дни они соревнуются в умении управлять поездом. Курсантам предстоит показать и другие навыки, необходимые в пути. Умение оценить техническое состояние колес и оказать первую помощь. Лучшие в конкурсе профмастерства WorldSkills поедут на всероссийский финал в Казань. Вероника Иванова подробнее. Ширина вырубки не допускается более 15 мм. Каждый правильный ответ – это шаг к победе в профессиональных соревнованиях WorldSkills. На этом этапе – обследование колес. Все нормативы нужно помнить, уметь работать с измерительным инструментом. Для каждой скорости определенный параметр. И здесь, конечно, нужно вначале знание, чтобы запомнить внимание, усидчивость. А потом в процессе работы уже привыкаешь к такому, что уже для автоматизма доходит. Есть неисправности, с которыми можно допустить эксплуатацию, а есть, с которыми нельзя. И там очень тонкая грань, когда можно ошибиться. Можно либо просто нанести материальный ущерб подвижному составу, то есть локомотивному депо, либо ценой такой ошибки может быть человеческая жизнь. Навыки спасения пассажиров и коллег тоже в списке обязательных. Участники делают перевязки, непрямой массаж сердца и вентиляцию легких на ГОШе, кукле-тренажере. И даже в жизни. Ребенка из воды вытащил, из-подо льда, можно сказать. Одной ногой, получается, налет наступил, а одной ногой на берегу. Ну и вытянул его, и потом на себе унес до ближайшего здания. А этот конкурсант управляет поездом, условия максимально приближены к реальным. Путь держит из Новосибирска в Черепаново. Симулятор представляет на экране точное расположение всех станций, сигналов и знаков. Этот участок, он предполагает 4 часа езды одному участнику. И он должен выполнить все свои служебные обязанности, которые ему полагаются под должностной инструкцией. Это и введение поезда, и применение автоматических тормозов, и нестандартные ситуации, как он должен вести себя при появлении там или препятствия, или перекрытия какого-то неисправности сигнала. Такой тренажер Новосибирского колледжа стоит 5 миллионов рублей. Машина редкая. Участникам из других учебных заведений соревноваться сложнее. Они должны работать на любом тренажере. И это главное, чтобы выпускник, будущий машинист локомотива, он мог сесть, как любой машинист автомобиля, сесть на любой локомотив и мог спокойно управлять этим локомотивом. Конкурсантов 12. Имя лучшего станет известно в пятницу. В конце августа он поедет в Казань демонстрировать свои компетенции всей стране. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. 100 миллионов потратят на ремонт большого концертного органа Новосибирской консерватории. Инструмент работает больше 50 лет. Многие детали уже изношены. Нужно почистить трубы, заменить пульт и отреставрировать сам концертный зал. Работать с инструментом будут немецкие мастера. Анна Братушкина подробнее. Мастер Томас Ланг осматривает орган. Точнее слушает. Внешний вид трубы пульта инструмента Томас уже оценил. Сейчас работает со звуком. Состояние органа, можно сказать, не так хорошо. Это пока помогает, я как всегда говорю, скорая помощь, а операция уже нужна. Сначала нужно разобрать инструмент, затем привести в порядок концертный зал, а после прочистить трубы. В идеале пыль с них должны убирать каждые 10 лет. Однако новосибирский орган не чистили ни разу. Несколько труб необходимо заменить. Новосибирский орган стал первым подобным инструментом в Сибири и по сей день остается единственным большим концертом в нашем городе. На нем играют уже больше 50 лет, но с тех пор его ни разу не реставрировали. Во время ремонта трубы нужно хранить только в вертикальном положении при определенной температуре. Многие достаточно массивные, некоторые в длину 6 метров. Поэтому найти подходящее помещение сложно. Мы постараемся соблюсти все эти требования и вот сейчас будем подыскивать, где же нам хранить наши бесценные органные трубы. Главный этап ремонта – замена мозга инструмента, пульта. Старый уже изжил свой срок, теперь он станет музейным экспонатом. На масштабную реставрацию органа потратят около 100 миллионов рублей. Я очень рада, что наконец-то у нас нашлась возможность для ремонта органа. Потому что в прошлый раз, в прошлый юбилей на 40 лет, уже тогда стоял очень острый вопрос о ремонте. Ну вот как-то вот 10 лет все это тянулось, все нет денег, нет денег. 25 миллионов рублей подарит меценат. Ремонтировать инструмент начнут летом, во время каникул в консерватории. Обещают, после реставрации орган прослужит еще полвека, а может быть и дольше. Анна Братошкина и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о том, как получить подарочные издания книг от мэра Анатолия Локтя. На этом все. До завтра.